Краснодарские наркополицейские При этом сообщники придерживались строгой конспирации и общались только с определенным кругом покупателей Наркополицейские собрали необходимую доказательную базу после чего было принято решение о проведении обыска Больше килограмма марихуаны краснодарец хранил под диваном и в хозпостройках Полицейские предполагают, что наркотик был предназначен для продажи Сейчас мужчины задержаны, возбуждены уголовные дела Следствие выясняет, кто еще мог быть причастен к преступному бизнесу За сбыт и хранение марихуаны им может грозить до 20 лет лишения свободы В Краснодаре иномарка насмерть сбила пенсионера Авария произошла сегодня утром на западной объездной дороге Пожилой человек переходил магистраль в неустановленном месте и попал под колеса иномарки, которая неслась с огромной скоростью За рулем находился 26-летний автомобилист После столкновения с пешеходом его машину выкинуло на полосу встречного движения где она врезалась в аузе, за рулем которой находилась 28-летняя девушка Оба водителя с травмами доставлены в больницу Пожилого пешехода врачам спасти не удалось Он погиб на месте аварии Предварительный виновник это пешеход который переходил проезжую часть в неустановленном месте Но одним из сопутствующих факторов данному дорожному прошествию является то, что водитель Тойоты, скорее всего, превысил установленную скорость на данном участке дороги Это будет выявляться уже в ходе автотехнической экспертизы и следственных мероприятий Сеть подпольных игровых клубов закрыли краснодарские полицейские Запрещенные горные заведения скрывались под вывесками спортбар и живое пиво Подпольные клубы работали в районе кооперативного рынка на улице Красноармейской В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские наложили арест на 28 интернет-терминалов с игровыми программами Сейчас оперативники устанавливают организаторов незаконного бизнеса Во всех помещениях отсутствовали уголки потребителя с информацией об организации, проводящей лотерею, а также призовом фонде На все игровые автоматы не было сопроводительной документации В настоящее время мы устанавливаем организаторов данного бизнеса для их привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством Сегодня ночью в одном из домов по улице Бершанской был найден труп мужчины Его личность пока не установлена Оперативникам удалось выяснить только то, что мужчина снимал жилье вместе с товарищем Личность которого также сейчас устанавливается Полицейских вызвал сосед, который обнаружил тело Визуальных следов насильственной смерти, по словам оперативников, на нем не было Маньяк, убивающий пенсионерок, может скрываться на Кубани Следователи объявили награду в 1 миллион рублей за информацию о мужчине, который разыскивается по подозрению в убийстве 32 пожилых женщин Предполагаемый преступник орудовал на территории нескольких округов России Установлено, что во всех случаях потерпевшими являлись одинокие женщины в возрасте от 75 до 90 лет По версии следствия, преступник, представляясь работником ТСЖ или социальных служб, проходил в квартиры, где душил пенсионера к удавкой Последние три убийства были совершены в Уфе Сейчас, как полагают следователи, подозреваемый может находиться на Кубани Потенциальный преступник попал в объективы камеры видеонаблюдения в подъезде дома одной из погибших У правоохранителя есть и фоторобот мужчины, составленный одним из свидетелей Следователи обращаются ко всем, кому известны данные о подозреваемом или месте его нахождения Сообщить об этом по номеру, который сейчас на экране Оперативники ищут очевидцев аварии, которая произошла на пересечении Сормовской и Монтажной 4 ноября Тогда столкнулись Опель и Кадиллак Погибла молодая женщина Всех, кто обладает какой-либо информацией, просит сообщить по телефону, который сейчас на экране А сейчас и ситуация на дорогах Краснодара за минувшие сутки На углу Северной и Рашпилевской столкнулись две иномарки Водитель одной из них забыл остановиться на красный свет и протаранил машину, пересекавшую перекресток На Октябрьской водитель маршрутки не рассчитал дистанцию и столкнулся с иномаркой Ее задний бампер теперь придется ремонтировать На Селезневой и Сормовской водитель легковушки зазевался и врезался в джип На перекрестке Дзержинского и Гастелла зацепились две иномарки Удар с виду незначительный, но повреждения серьезные На Фадеево и 1 мая ситуация развивалась по аналогичному сценарию На Старокуманском кольце водитель иномарки не справился с управлением и протаранил кроссовер Его от удара развернуло на 90 градусов К счастью, обошлось без пострадавших Кстати, ваше видеоаварии и других городских ЧП тоже может попасть в эфир Присылайте его на наш электронный адрес по адресу news.tv.crasnodar.ru Это все криминальные новости до сегодня Приятного вечера без происшествий Берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова